Невозможно отрицать тот факт, что, например, Кирилл Буданов для Российской Федерации, для российских пропагандистов, он враг номер один, они его боятся бесконечно. Все его заявления они воспринимают буквально, что мы тоже с большим удовольствием поддерживаем. Где-то это информационная война, как это было и информационные атаки в канун 9 мая, где-то. Вот я очень надеюсь, что Кирилл Буданов, когда говорит, что скоро все все увидят, то это вот как раз воплотится. Дадим ему шанс и гурмой, и всем нашим разведчикам сделать очень важную работу. Но и в то же время, конечно же, мы должны посмотреть, что же происходит за поребриком, потому что с прошлой недели мы узнали о том, как снова-таки в эту игру можно играть вдвоем, переходить нашу границу. Но какие-то силы, например, российских патриотов, которые сегодня помогают нам отстаивать свои территории, они могут возвращаться и к себе домой. Одновременно с украинской столицей воздушная тревога объявлена и в российском приграничном районе. В России местные жители говорят, что звучит сирена. Они прячутся в укрытиях, в соцсетях рассказывают, что очень много прилетов. На фото и видео виден столб черного дыма. Не только же нашим детям скрываться в бомбоубежище. Роман, только единственное, что мы вот практически все время топчемся чуть ли не на одном месте. Ну, простите, не мы, конечно, речь идет о военных. Это Белгородская область, Брянская, Курская, даже, наверное, две. Остальные намного реже. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки в укрытия в метро бежали, да, или там в каких-то больших городах, то есть не маленькие прифронтовые приграничные регионы. Можем ли мы, есть ли у нас понимание того, почему прилетает все время в одно и то же место? То есть тут тоже кошмарить одних и тех же нет смысла, надо идти дальше. Не хватает сил, это идет пристрелка. Что происходит вокруг Белгородской области уже не первую неделю? Я чуть правильное русло разверну, вы все-таки с военным разговариваете. У нас не стоит задача кошмарить гражданских. И никогда не стояло и стоять не будет. Это российский подход, это российский терроризм. И на террор отвечать террором ни в коем случае нельзя. Это подход, это движение в никуда. Вы правы, и это всегда, Роман, подчеркивает и наши военные, вы абсолютно правы. Я это говорю как гражданский человек, конечно, я им желаю того же, что и мы переживаем. Вы правы. Да, я об этом и говорю, да. Я почему чуть в наше военное русло, то есть гражданские могут желать чего угодно. И в принципе вы имеете на это право однозначно. Но военные у нас чуть другая задача. У нас есть определенные границы, через которые настоящий военный офицер с честью никогда не перейдет. Мирняк для военного это табу. То есть как бы не было тяжело, мирняк это то, чего трогать нельзя ни в коем случае. А этой чести нет у россиян. Это мы прекрасно видели в Ирконе, да и вообще по всей Украине. Это там офицеров уже не осталось. Может их убили в прошлом году, но те, что сейчас, это уже такое шушера, собранное с подворотин, которые не знают даже понятия, что такое офицерская честь. Нет, мы точно кошмарить не будем мирное население. А вот уничтожать военные объекты, вот потому мы и бьем именно там, где есть действительно военные объекты. Вот, допустим, Шебекино, вот туда, куда сегодня понаприлетало, как говорят. Это военный объект примерно такой же, как и Валуйки. Это Белгородская область, недалеко от границы с Украиной. С Валуек идет движение военной амуниции. Это большой военный хаб в сторону Купенская. Вот они сейчас пытаются там топтаться, двигаться на лиман. А Шебекино, это чуть с другой стороны этого рога Харьковской области, которая вдается в Белгородскую. Это в район Волчанска. Вот они из-под Шебекино постоянно, а вот они кошмарят Волчанск. То есть бьют по Волчанску, потому иногда прилетает по военным объектам и прилетает из армейской артиллерии. То есть это не беспилотники, это не даже Шторм Шэдоу, одна там полтонны. Это там, если батарея подошла, допустим, 152-й арты, я не думаю, 155-й мы туда заводим. Ну а батарея, если подойдет 152-й арты, она навалит так, что там разбегаться будут не только население, разбегаться будут даже суслики в радиусе 50 километров. Потому, естественно, военный объект является легитимной военной целью. Ведь только по военным объектам мы будем работать на любой территории. На нашей территории, на оккупированной территории, естественно, по территории России и любых территорий, на которых находятся военные объекты государств, которые сейчас с нами воюют. А в это уже пятилистник, наверное, государств, сходит около пяти. То есть три головы основных. Драконы – это Китай, это Иран, это Россия. Это такие серьезные. Плюс две лапки – Беларусь и Северная Корея. А вот здесь уже такой ответ, вернее, ответа пас Буданову. Только дело не в Буданове. Дело в том, что кто такой Буданов? Это человек, который возглавляет на данный момент очень большое сообщество разведчиков. Их тысячи. Они выполняют очень много задач. А сил спецопераций где-то под десяток тысяч, а то и больше, которые в свое время находились под управлением, кстати, того же ГУРа. Но вот силы спецопераций перевели под полное управление Генштаба. А ГУР до сих пор остался. Такой приусадебный участок Министерства обороны. Вот прямой командир Буданова, знаете кто? Резников. Ну вот министр обороны обнять и плакать. Прямой начальник Главного управления разведки Министерства обороны. А ГУР должен быть в ГШ. То есть прямым начальником у Буданова должен быть Залужный. И вот поверьте, как только ГУР переведут, вместе с СССР уже перевели под подчинение силы спецоперации Залужному. А вот ГУР еще пытается на паркете, на заднице поевозиться в Министерство обороны. Потому как только переведут ГУР к Залужному, поверьте, об Уданове вообще никто знать не будет. Потому что у Залужного выход информации там такой же жесткач наружу, что не туда пробиться нельзя, не оттуда пробиться нельзя. Любой генерал, который сейчас напрямую подчинет Залужному, он прежде чем вообще кому-то интервью дать, он 300 раз переспросит у самого Залужного. Потому вот такое движение, да.